всем привет спасибо что заглянули сегодня у нас в чем свет будет упаковка ягодки ягодка это шарнирная бжд кукла авторская кукла я забыла представиться меня зовут марина я автор шарнирных кукол и не просто шарнирных вообще кукол игрушек и в общем это все то что я люблю делать и вот один из заказов я сегодня буду упаковывать он состоит из ягодки это название молда вообще как бы вот этой куклы у всех кукол есть какое-то кодовое имя благодаря которым я делаю хэштеги по которым можно в моей группе вконтакте и с каждым именем есть специальный хэштег у меня в группе вконтакте в описании группы есть список всех хэштегов для каждой куклы вы можете пройти посмотреть на стене все фотографии либо посмотреть в альбомах фотографии с этими куклами ягодка 42 сантиметра высотой она в образе в данном случае у нее такой кофейный скинтон но это скорее исключение из правил была возможность сделать такой темный скинтон как вы знаете сейчас на россии санкции которые не позволяют закупать материалы которым мы все авторы кукол привыкли поэтому материалы другие эта кукла отлита из немецкого пластика у него к сожалению есть свои нюансы и так как мы льем кукол дома в домашних условиях это не массовое производство это штучная штучный товар скажем так оборудование у нас непрофессиональная полупрофессиональные бы так сказала поэтому у замеса компонентов и пигмента выпал свой нюанс это такой осадок в виде белых пятнышек на поверхности вообще в пластике то есть если его даже разрезать это эти вкрапления вот этот белый пигмент который добавлялся при создании конкретно этого цвета он полностью не размешался и получилось что получилось вот такие вот могут быть нюансы с отливками но мы закажется этот нюанс урегулировали естественно это не будет никаким сюрпризом об этом известно ну вот вот такое вот кустарное производство хендмейт просто я бы даже сказала не кустарная крафтовое производство шарнирных кукол в домашних в домашних условиях сейчас я подробно расскажу еще о том какой состав у посылке также вместе с ягодкой поедет мини оливер это такое чебе с голой попой чебе версия новой куклы которая выйдет я так предполагаю летом ближе к выставке бжд это мини куколка у него слезки настоящие у него магнитные ушки паричок я сделала такую ну чтобы он голеньким не ехал я сделала небольшой такой комбинезончик у него шарнирный хвостик и глаза которые могут закрываться то есть вот эти веки они поднимаются и опускаются но к сожалению поднимите мне веки он не говорит и мейкап у него тоже вот такой вот капризный капризуля оливер капризуля также он может быть как лисенка так и просто пупсиком и может быть таким вот чертиком шина там клянчат еду но она не голодная поверьте мне так теперь что касается ягодки у ягоды тоже магнитные уши у неё проколотые ушки там сережки вставные глаза нежно-розового цвета кукла проклеена горячим клеем руки кисти рук у нее на магнитах и у нее шарнирные ступни также в комплекте с куклой идут белые туфли к ягоде всегда в комплекте идут ушки либо рожки какие-то и туфли в данном случае я сделала белыми под аутфит аутфит в виде юбочки кофточки и панталонов я сделал такие панталоны их можно одевать может их можно одеть можно не одевать но трусов у куклы нет поэтому вот так вот сейчас я ее быстренько одену и покажу вам как она будет выглядеть в аутфите эти панталоны защитные шорты можно их так назвать трикотажные просто сделанные на коленке зачем затем чтобы у нее так как юбка короткая чтобы ничего не было видно под юбкой эту тему активно используют кей-поп айдолы в девчачьих группах чтобы всякие извращенцы как бы не фотографировали их трусы под юбками юбка не сшита мной это переделанная одежда для формата 1 к 4 я переделала ее под стандарт ну под размеры фигуры ягоды при любом удобном случае это все можно переделать опять на 14 просто перешить кнопки такая вот юбка видите да она ну коротенькая короче коротенькая тут у нас кофта и к этой кофте в комплекте она тоже покупная к ней в комплекте еще шли вы такие вот булавочки но я не стала их я не стала их прикреплять чтобы все-таки этим хозяйка куклы занялась и сделала уже как и надо надо вообще эти булавки не надо что я сделал у этой кофты я перешила пуговицы с узелом рукава а да я совсем забыла ребят я тут еще такую штуку сделала ты тут на плечах вот такие резиночки это для того чтобы рукава не поднимались полностью конечно же я не могу перешить это реально проще сшить заново а вот такой вот хитрый ход я могу сделать ты тут также тут тоже есть вот эта резиночка где плечо одеваем вот 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 так. В комплекте также с паричком я кладу такую щеточку. Ей очень удобно расчесывать. Парики я предлагаю... Парик сделан из шерсти козы, крашеная шерсть двух видов. Это розовая и арбуз. Если вы заказываете у меня паричок, то у меня в группе ВКонтакте есть специальный альбом, где отфотографирована вся шерсть, которая есть в наличии. Так. Помимо этого аутфита, тут еще есть рубашка для Ивана. Есть кроссовки для Ивана, как сменные ступни. В подарок я еще положу тут вот гольфы. Мы их сейчас оденем. Носочки. Так. Носочки я уже сама сшила очень давно. Им уже несколько лет. Сшила я их специально для ягоды. И вот подвернулся в случае их подарить. Так. И тут еще я дарю... Вот этот вот сарафан. Это я тогда пыталась что-то кроить. В общем, ну, что получилось, то получилось. Такой вот сарафан летний. Очень симпатичный. В принципе. Тут вот единственное, что у меня не получилось, чтобы ровненько край пришел. Вот как-то вот так вот надо было. Но это я делала для себя, поэтому я не стала переделывать. А так тут типа вот эти вот чашки, лямочки. У меня есть фотография, где ягодка вот в этом сарафане. И он на поясе. Тканюшка еще какая-то винтажная. Знаете, уже... Ну, она новая. Хлопчатобумажная. Если я не ошибаюсь, мне эту ткань давала Лена. У нее есть группа. Называется еще кусочек ткани. Лена помогает мне частенько с тканями. Лена подбирает ткани по тонкости подходящие, под самый маленький формат, даже под барби. И у нее очень большой выбор как тканей, так и фурнитуры. Сейчас оденем туфельки. Туфельки не без хитрости, ребят. Объясню почему. Заказ на изготовление обуви я не беру. Поэтому кукла не считается прям фуллсетной. Поэтому вот такой вот хитрый ход с обувью. А так, конечно, как бы делать обувь со всякими ремешками, застежечками, это уже будет совсем другая история с заказом. Такие вот туфельки. Также ей подходит любая обувь, если это формат 1 к 4, и по стельке там не больше 5,5 сантиметров. Ей, в принципе, все подойдет. А я сейчас прервусь, чтобы ее отфотографировать в аутфите. И мы уже приступим к ASMR части с упаковкой. Теперь расскажу вам про мерч с ягодой имени Оливером. Вот он, у него упакован последним. Идет большое количество мерча, в том числе авторский брелок для ягоды. Это личико я лепила из самой затвердевающей глины ладол. И потом мы его вот тиражируем в полиуретане. Я его сделаю брелочком. Для этого мне нужна вот такая вот фурнитура. И колечко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также с ягодой идет ее фирменный брелочек вместе с колечком. Продолжение следует... 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 Красота В общем, я поняла, что это. Это такой тейп для того, чтобы вырезать резаком аккуратно вот эти всякие детали и приклеивать. В общем, как будто можете использовать его и длинной полосой, и какие-то детали с него вырезать. Видите, тут какой скотч малярный. Нет? Прикольный. Заклеим лицо симпатичной девочкой зеленой. Так вот. Так. Так. Продолжение следует... 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 Вот так. Сейчас тут еще подложу. Хочу еще между коленок подложить. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, все. Это коленки безопасности. Вот так. Вот так. Сейчас я сделаю штампы на двух коробочках, потому что парик в обычную пластиковую пластиковый контейнер не влезет. Сейчас будем его упаковать в коробочке, так же как и обувку. Вот так. 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 Я испачкала руку. видимо когда печать ставила это крючочки для кроссовок ивановских вот 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 мои новые стикеры не мои я купила их в заке классные такие вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Боком. Боком. В любом случае, потом все можно будет уложить водичкой аккуратненько. Мне кажется, так ему будет безопаснее, чем в картонной коробке. Какая прелесть, Халк. Так. 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 Продолжение следует... 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 следующий мерч относится уже к мини оливеру и это проект монстрики которые рисовала моя дочь ее зовут его у нее аутизм и мы таким способом с ней во первых развиваем ее навык творчества она очень хорошо рисует во вторых таким способом мы рассказываем об аутизме я об этом много пишу в на своей личной странице вконтакте и также обязательно упоминаю об этом когда упаковываю кукол которым этот мерч предназначен тут три вот таких стикера блокнот с ее рисунками это получается здесь 14 монстров которых она молниеносно нарисовала за минут семь было 14 листочков бумаги и на каждом очень очень быстро она сделала зарисовки монстров которые ни один не похож на ну они не похожи друг на друга они все разные а вот этот вот 15 это монстр со стены на стене она его нарисовала но не на обоих на естественно такими занимается она его нарисовала на стене когда стены у нас были подготовлены под поклейку обоев после штукатурки то есть нарисовала где можно и на обратной стороне здесь надпись я тебя понимаю очень важные слова которые в которых нуждается даже не в словах а в понимании нуждается каждый человек с ментальными особенностями в том конкретно про аутизм конкретно к аутизму это относится понимание это очень важно не шугаться таких людей не обижать их не оскорблять не принимать за умственно отсталых эти люди они прекрасно все понимают просто они у них по-другому работает мозг это такие же люди как и мы с вами такие же дети такие же взрослые со своими вот такими вот особенностями и чем больше людей будут это понимать тем больше у нас конкретно в россии будут этим заниматься стремиться к инклюзии и к помощи таким людям и детям особенно блокнотик на пружинке или внутри вот такие вот странички симпатичные это кошечка эту картинку тоже нарисовала его настолько классная получилась иллюстрация что мы решили сделать из нее брелок и и немножко не подходит по цвету не поделаешь других желтеньких у меня нет колечек и вот такая вот раскраска это просто сувенир подарок такое дополнительное дополнение к мини оливеру раскраска и тут уже есть сухая акварель эти вот красочки нанесенные на бумагу их надо только намочить и можно по раскрашивать картинки мини оливер идет с интересной очень упаковочкой это вот такой карт холдер очень актуальная вещь сейчас у нас во первых сюда вот в задний кармашек ставится карточка с номером и с датой ну как паспорт не паспорт сертификат для оливера но в дальнейшем эту сумочку можно использовать в качестве карт холдера вот прелесть сам оливер упаковывается жестяную красивую коробочку где он в дальнейшем и хранится из себя он представляет вот такого пупсика куколка в виде чиби пупсика паричок сзади есть логотип магнитные аксессуары которые я уже ранее показывала он и без паричка прикольно смотрится вот так вот вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 теперь точно упаковка закончена вот тут ягодка и все все и все 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 и сейчас я буду уже за кадром укладывать это все в коробку я думаю что видео и так уже пыл получилось очень длинным поэтому опустим укладывание все утрамбования в коробке другие мои видео с упаковкой кукол можно посмотреть в контакте вконтакте видео плейлист упаковка либо аналогичный плейлист на ютюбе ссылочки на все мои соцсети можно посмотреть вконтакте в описании группы ссылка на таплинк telegram и в к мимо марина или мимо марина dolls шарнирные куклы в общем вся информация будет в видео под видео где угодно всем спасибо за просмотр до новых встреч пока